Привет-привет, ребят! Это новая 66-я серия пути крафтера на Хасл Онлайн. В этой серии я хочу поведать новый для меня способ заработка, как автоугон. Вечно я то забываю про него, то вообще забивал, а проверить-то стоило. Но первым делом отправляемся в торговый центр, так как я не успокоюсь, пока не выбью топовый скин с крафта. Всё. В общем, начинаю чекать магазинчики. Бегаю, бегаю и нахожу кроссы. И, блин, мне сейчас нужны как бы лишь только футболки. Но за такую цену кроссы можно и забрать. Пробегаю каждый магазинчик, и вот футболок вообще, ребят, нет. Есть несколько пар джинс и кроссов. Но в футболок тюти. Встретил Даню, который немного скоманул меня с Зазиком. Он что-то там не доказывает, но обиды и зла я на него не держу, так как сам первый предложил этот 1 миллион. По футболкам кидаю объявы и тоже все молчат. Погнали в ставки на спор. Блин, меня не покидает чувство того, что меня заскамили. Дротцы подставили меня уже лямов так на 10-15 точно. Поэтому самый оптимальный из существующего, это матч 21 числа Динамо Москва с Краснодаром. Не то, чтобы я не верил в Краснодар, но на Динамо КФ меньше, и думаю, что они-то и затащат. Заряжаю 5 миллионов, выплата при выигрыше, дай бог, будет больше 11 миллионов. Вернулся домой, поднимаюсь на второй этаж. Тут у нас есть компьютер, где можно смотреть заказы на угон. Но он у меня никак не функционирует. Мне знакомый подсказал, что я должен вступить в какую-то мафию. Я начал кричать об этом в рацию. В ответ как бы тишина. Думают, что за дурак. Приехал к особняку, который на моем районе. Территория, конечно, тут шикарная. Да и сам дом внутри вызывает прям восторг. Вот тут тоже есть этот компьютер. Но игроков никаких нет. Добрался до другого особняка, и та же история. Потом добрался до подпольного склада. И тут уже народ есть, и из разных банд. Кричу, чтобы кто-то кинул инвайт, а Артем просит скиллы. Кидаем команду и принимаем приглашение в банду. Отлично. Теперь, по идее, я могу угонять транспорт. Добрался до дома, и снова комп не работает. Я вон даже уже в репорт написал, что за фигня. А фигня вся в том, что криминального влияния недостаточно. Благо, мой хороший старый знакомый Герман посодействовал мне. Я ливнул из этой банды, зашел в мои награды, где благо есть сброс лимитов. Использовал, и знакомый Германа Тимур меня принял в другую банду. Где оказывается еще, блин, хуже. Криминальных очков по нулям, и угон недоступен. Я, значит, опять начал писать Герману. Говорю так и так, что за подстава. Герман быстренько все разрулил. Нашел ребят, придумал схему, как быстро все апнуть этот авторитет. И все вроде как получилось. Времени на это ушло, ребят, ну очень много. Наконец-то этот сраный угон доступен. Подходим к компьютеру, и тут появляется список транспорта для угона. Обязательно это записываем себе куда-то, или скриним, чтобы не возвращаться к ПК по 10 раз. Самое прибыльное, что тут из всего этого есть, это угон Уруса. По бабкам 115 тысяч. Им давайте и займемся. Для начала нам нужны отмычки. Они где-то валялись у меня в багажнике. Вот как раз две штучки. Забираем и отправляемся на поиски. Подъезжаю сначала к казино. Но тут ни единой души. Далее поехал к автосалону высокого класса. По дороге вижу Урус. Опа, ну он с хозяином. Напрямую уже пишу. Дай, бро, Урус угнать, а я тебе как бы свою. Он отвечает, что уже два раза угонялись сегодня. Ему это надоело. Ну мне бы тоже надоело. Стояли, общались, общались. И он, короче, вообще в никакую. Доезжаю до Высокого, снаружи никого, внутри тоже. Далее прокатился до Кремля. И конечная последняя точка, это торговый центр. Смотрите, как раз стоит здесь Урус. Ну что ж, друзья, план Капкан приходит в действие. Подбегаем к двери автомобиля. Используем отмычку. И наша задача поставить вот эти цифры с буквами в точности так, как на листочке слева. Все должно быть точно в таком же порядке. Теперь перетаскиваем первый. И смотрите, когда готово, загорается справа ТРУ. Значит, все правильно. Проделываем это с каждой строчкой. И вуаля, тачка открылась. Появляется окно заказ на транспорт. Значит, тоже все окей. Но вот беда. Игра-то у меня, блин, зависла. И я вообще ничего сделать не могу. Ничего не нажимается. Ну что за подстава? Вот еще и сам владелец выбежал. Короче, релогнулся. Урус этот стоит, значит. Дальше попытка номер два. Взламываю, сажусь в тачку. Но завести ее не могу. Нет ключей. Я снова не успел и разосрался с владельцем. После этого Уруса я не видал. Нахожу БМВ М4. Взламываю двери. Сажусь, а окно не выскакивает. Да какого черта? В списке черным по белому написано, что БМВ М4. Единственный вариант это может быть не в этом кузове. Тогда почему не пишут какой именно кузов? Короче, уже на этом этапе данная работа, ну супер, ребят, сложная. Ко мне подбежал чел. Бегает тут за мной на М4. Садится на корточки. Походу это его тачка. Поэтому любезно возвращаем. У него еще муд, поэтому держи, бро. Отмычки у меня закончились. Здесь отправляемся, значит, за металлом. Покупаю 50 кило. Далее в 24 на 7 покупаю 2 маски, чтобы нас не было видно на карте. Далее нам нужно отправиться на свою территорию или к дому банды. Возле дома прописываем команду MakeKey. И создаю я так 6 отмычек. По максимуму. Теперь снова отправляемся на поиски. Около часа я прочесывал всю карту КРМП. И вообще ничего найти не получилось. Решаю, в общем, забить. Добрался до мехов. У них тут стоит 2 приоры. Как раз нам одна из них и нужна. Надеваем маску, залетаем, взламываем автомобиль, прыгаем. И теперь ее нужно отвезти на базу и перебить ВИН номер. Приехал к дому банды. Нажимаю на кнопку H. А мне пишет, что перебить можно только у центрального особняка. Да что ж происходит. Нахожу его в GPS. Теперь юзаем Y с небольшим интервалом. И вуаля, ВИН переби. У нас на карте появилась красная метка, которая ведет на свалочку. Отвожу ее на чекпоинт. Нам сразу же начисляют 12 тысяч, одну звезду розыска, ну и влияние для банды. Затея, конечно, такая себе была. Но зато все проверили. Конечно же, все зависит от заказа. Отправляюсь в ТЦ. Начинаю снова чекать ларьки и искать, блин, футболки. Пишу и в рацию о покупке этих футболок. Ну вот вообще, ребята, Unreal. Я хз, я уже чуть ли не за 1 миллион готов купить эту сраную футболку. Ну их вообще нигде нет.